Самые эффективные средства Это те, которые еще не применялись Уверен афорист Геннадий Малкин Здравствуйте! В эфире программа про здоровье Вот главные темы выпуска Микроинвазивное вмешательство Зачем делают переливание крови Еще не родившемуся ребенку Организованно и упорядочено Кто лучше всех работает по системе 5С День борьбы с остеопорозом Как жить с заболеванием Сделать переливание крови пациенту Который еще не родился Такую манипуляцию новосибирские врачи Выполняют регулярно, помогая выносить беременность При резус-конфликте Причем для пациенток процедура бесплатная Высокотехнологичная медицинская помощь По полису обязательного медицинского страхования У первого сына был, как и у мамы Отрицательный резус-фактор Родила без проблем А вот появится ли на свет второй ребенок Стоял вопрос Беременность Елизаветы Семененко была сложной Начали нарастать вот эти вот Знаменитые титры антител Которые при резус-конфликте вырабатываются То есть моя кровь начала нападать И уничтожать кровь ребенка На консилиуме якутские врачи приняли решение Прервать беременность Родители не сдались Нашли специалистов в Новосибирске Медики помогли выносить малыша Без хирургического вмешательства А вот уже во время третьей беременности Пришлось прибегнуть к высокотехнологичной Медицинской помощи Несколько раз внутриутробно Выполняли переливание крови При резус-конфликтной беременности Почему выполняется эта процедура Происходит анемизация плода Анемия Малое количество крови и эритроцитов Циркулирует в организме плода Поэтому ему внутриутробно переливают донорскую кровь Новые ультразвуковые аппараты Помогают увидеть то, что раньше было недоступно Современные миниатюрные инструменты Позволяют выполнять операции еще нерожденным малышам По вене должно быть три сосуда Две артерии и одна вена Находится нужный нам сосуд И собственно пунктируется Под контролем музея игла Вводится в полость матки Находится в свободный участок поповины Вводится в вену поповины И переливается кровь Все для того, чтобы продлить беременность Чтобы родился как можно более доношенный ребенок Развитие технологий позволяет подобные вмешательства Сделать максимально безопасными Как для малыша, так и для мамы Но в большинстве случаев, говорят медики Без таких манипуляций можно было бы вообще обойтись При выполнении профилактических мер Резус-сенсибилизация Появлению беременной женщины резус-антител В ответ на попадание в кровь фитальных эритроцитарных резус-антигенов Какой должна быть профилактика? Для начала в женской консультации При постановке на учет Беременные должны определить группу крови И резус-принадлежность Если у женщины резус отрицательный А у мужчины положительный То необходимо определить наличие у нее антител Повторные скрининги в 24 и 28 недель беременности При отсутствии антител в 28 недель Проводят профилактику резус-сенсибилизации С назначением иммуноглобулина После родов в случае рождения резус положительного ребенка Матери вводят препарат не позднее, чем через 72 часа Причем процедура должна быть проведена И после родов, и после аборта или выкидыша Проблема в том, что в наших регионах Почему-то в свое время не проводится профилактика резус-сенсибилизации То есть после родов и после других видов прерывания беременности То есть это не обязательно Не все беременности заканчиваются родами После аборта тоже Если не вводился антирезусный иммуноглобулин То высока вероятность того, что у резус-отрицательной матери При наличии резус-положительного повода Будет резус-конфликт Поэтому если бы в свое время эта профилактика проводилась То есть может быть нужды вообще в этих операциях Внутриутробного внутрисосудистого переливания крови Может быть вообще бы нужды не было Среди пациенток областного перинатального центра Почти 2% имеют резус-конфликт Показатели высокие Но именно потому, что в этот роддом Самого высокого третьего уровня Направляют пациенток с наиболее тяжелыми беременностями Внутриутробное переливание требуется далеко не в каждом случае Когда ребенок рождается Мы внимательно знакомимся с анамнезом матери С особенностями течения беременности И начинаем срочное обследование ребенка У нас существуют клинические протоколы По которым мы работаем Мы должны выполнить весь объем обследования этого ребенка Мы определяем группу крови, резус-фактор Определяем, какой титр-антител был у матери Какая проба Кумса у ребенка То есть какие антитела циркулируют в кровеносном русле Определяем общий анализ крови, билирубин крови И принимаем решение, что делать дальше с этим ребеночком Иногда они рождаются в удовлетворительном состоянии С нормальными показателями крови Но по обследованию мы видим, что был резус-конфликт во время беременности Эти ребятишки подлежат активному наблюдению То есть мы оцениваем их состояние в динамике Контролируем показатели крови Делаем ультразвуковое исследование Наблюдаем Последствия гемолитической болезни новорожденных Могут отсутствовать вовсе, а могут быть довольно значительными Зависит от формы недуга, а также от своевременности и адекватности терапии Некоторые малыши сразу после родов попадают в реанимацию Кому-то нужен долгий период реабилитации У других восстановление происходит быстрее Сейчас в областной больнице обучают специалистов Которые займутся другими видами фитальной внутриутробной хирургии Этот вид хирургии, он вообще очень давно известен И впервые переливание внутриутробной крови было проведено в 1963 году Первая такая манипуляция была сделана Далее в 1981 году впервые прооперирован внутриутробно порог развития мочевыводящей системы У еще не родившегося ребеночка И уже более широко фитальная хирургия, так скажем, зашагала по всему миру Начиная с 1999 года, когда впервые была прооперирована спинномозговая грыжа внутриутробно И, соответственно, родился и сейчас поныне здравствует молодой человек Без выраженных неврологических изменений Новое оборудование медики получат после строительства перинатального центра Ну, сейчас такая медицина Главное найти своего врача Который действительно в этом знает толк Ну и рожать в специализированных перинатальных центрах, соответственно То есть, если что, к Саргису Макитаровичу за девочкой придете? Приду, приду Потому что, шутит, нужно же разбавить футбольную команду из трех мальчишек Самое эффективное рабочее место Самое креативное решение по системе 5С В Новосибирске назвали поликлиники, которые лучше всех внедряют бережливые технологии Вы видите, здесь кабинет, он выглядит достаточно пустым и свободным Это было достигнуто благодаря первому шагу сортировки В 29-й поликлинике экскурсия Медики из разных районов области смотрят, как работают в эталонном медучреждении Перенимают опыт Успехи бережливых технологий очевидны Говорят родители маленьких пациентов Очередей нет, а если все-таки надо подождать, то в комфортных условиях Висит большой телевизор, очень удобно ребятишками, на самом деле Таким непоседливым, как мы Можно посидеть и спокойно посмотреть мультики И до визита врача, и после визита врача И какие сегодня были мультики? Веди Баг Веди Баг Мы год назад сюда перевелись из другой поликлиники, на самом деле Очереди сократились, очень удобно У меня еще грудной ребенок маленький, то есть 5 месяцев нам Без проблем на массаж, мы попали на электрофорез, что очень удивительно Потому что всегда большие очереди, тем более, когда бесплатная медицина Так что нам очень нравится, пришли, ушли Очень редко бывает, что мы сидим, на самом деле, дома Так что все здорово, да, дочь? Да Сегодня в центре внимания система 5С, один из кирпичиков бережливого производства Первое – сортировка, надо избавиться от ненужного в кабинете Второе – соблюдение порядка, все предметы должны быть на своем месте Третье – содержание в чистоте Затем – стандартизация и совершенствование Поликлиники соревнуются, кому удалось организовать рабочие места лучше Но знают точно, предела совершенства нет Убеждаю в том, чтобы те медорганизации, которые второй, третий год участвуют Чтобы брали те проекты, которые они в этом году И в следующем году показали, как они улучшили Потому что это 5С в системе 5С Совершенствование или кайдзен То есть нужно улучшить тот процесс, который уже ранее был улучшен В этом году в конкурсе приняла участие 21 поликлиника Кто-то представил один кабинет, некоторые – целое отделение Фотографии – как было, как стало и какой эффект получили от перемен Сократилось ли время, которое тратили на ненужную работу Уменьшилось ли количество лишних предметов и мебели Удалось ли ликвидировать очереди Победителем становится Чистоозерная центральная районная больница Самое сложное – это было замотивировать коллектив Потому что все привыкли к той обстановке, которая была ранее Кому-то было уже комфортно, мне было некомфортно Поэтому ко всем надо найти подход, чтобы договориться Потому что это надо было выносить мебель, все это делать Но мы это сделали Медики Чистоозерного говорят – нам есть к чему стремиться Надо, например, навести идеальный порядок на складах с медикаментами Работают над тем, как оптимизировать прием на новом плюорографе Который совсем недавно получили в рамках нацпроекта здравоохранения Планируют, каким образом жители отдаленных сел приедут с детками Чтобы максимально быстро, комфортно пройти медосмотры Пройти врача, получить необходимые результаты И своевременно попасть на тот автобус, который идет в это отдаленное село Ну и такие вот маленькие фишечки То есть они делают здравоохранение у себя в районе лучше Сейчас бережливые технологии внедряют 39 подразделений, 27 поликлиник В следующем подключат еще 20 организаций Чтобы к 2024 году уже во всех медучреждениях сократились очереди Уменьшилось время ожидания в регистратуре А хождение по кабинетам было сведено к минимуму 20 октября отмечают Всемирный день борьбы с остеопорозом Риск развития этого заболевания у каждого пятого россиянина А значит и риск переломов при незначительной травме Обследование и лечение в Новосибирске две недели ежегодно В таком режиме жительница Омска Надежда Гергерт уже с 2013-го У меня по основному заболеванию пошло осложнение Был асептический некроз Мне нужно было менять тазобедренные суставы Вот меня сюда по квоте отправили И здесь и по основному заболеванию лечат и суставы поменяли Суставы прижились хорошо, однако за структурой костной ткани следят внимательно Пациенты с системной красной волчанкой, как и многими другими рифматическими заболеваниями Входят в группу высокого риска развития остеопороза Рифматическими заболеваниями болеют преимущественно молодые трудоспособные люди Для которых в целом, казалось бы, остеопороз не характерен и не свойственен Но так случилось, что на фоне хронического воспаления в суставах и других зон скелета Эти люди начинают активно терять кальций Их кость становится хрупкой Резко снижается качество костной ткани И для них также характерны низкоэнергетические остеопорологические переломы Поэтому пациенты, которые страдают такими рифматическими болезнями, как рифматоидный артрит, болезнь бектига, системная красная волчанка Кроме лечения собственного основного заболевания, еще требуют очень качественного и очень раннего лечения и профилактики вторичного остеопороза Среди факторов риска развития вторичного остеопороза и эндокринные заболевания Так у пациентов с сахарным диабетом снижается плотность костной ткани, изменяется ее качество, появляется предрасположенность к высокому риску переломов Похожая ситуация при ожирении, болезнях щитовидной железы Каждая третья женщина старше 50 лет и каждый четвертый мужчина старше 50 лет страдает остеопорозом Более того, примерно четверть женщин, страдающих остеопорозом, имеют высокий риск развития переломов в этом возрасте 13% мужчин старше 50 лет уже имеют остеопоротический перелом Это заболевание крайне распространенное и с каждым годом частота остеопороза только увеличивается В клинике Института лимфологии изучают генетические и гормональные факторы риска остеопороза Женщины, достигшие менопаузального возраста, имеют сверхвысокие риски развития остеопороза С момента наступления менопаузы за 5 лет женщина может потерять примерно треть пиковой костной массы И в этот период она крайне угрожаема в плане развития остеопороза и возникновения остеопоротических переломов И здесь, безусловно, профилактические мероприятия крайне необходимы Это и прием достаточного количества кальция и витамина D Это физическая активность, характер питания и специальные препараты Которые назначаются после детального обследования пациента И здесь, наверное, самый главный метод исследования, который помогает врачу четко поставить диагноз Это так называемая рентгеновская денситометрия Благодаря новому денситометру знают не только о качестве костной ткани Но даже о минеральном составе организма пациента В России каждый пятый человек имеет риск развития остеопороза И, соответственно, переломов при незначительной механической травме Примерно каждую пятую минуту в стране происходит перелом шейки бедра Соответственно, эти пациенты потом имеют высокий риск инвалидизации Если им в свое время не оказана помощь И, конечно, это очень большие затраты потом на реабилитацию и снижение качества жизни Очень долгие годы считалось, что остеопороз – это проблема социально незначимая Что люди страдают остеопорозом, но не умирают от этого заболевания Казалось, что это не так Очень яркие цифры, которые подтверждают, что остеопороз – это ургентная медицинская проблема Это больные с переломом шейки бедра Если пациент с переломом шейки бедра не эндопротезируется в первые два дня То он имеет риск погибнуть в первый год заболевания в 30% случаев Статистика пугающая. Есть ли профилактика заболевания? Например, отказ от курения, употребление разнообразного питания с достаточным количеством молочных продуктов Пребывание на солнце, причем пребывание, естественно, в открытом виде, не в одежде То есть максимально нужно использовать те возможности, которые даже наш климат предоставляет Потому что это синтез витамина Д В тех случаях, когда дефицит витамина Д не устраняется обычными способами То есть пребывание на солнце, может потребоваться медикаментозная коррекция То есть прием дополнительных препаратов для профилактики и лечения витамина Д Вот эти, ну и, конечно, поддержание, это высокая физическая активность, это фитнес, это поддержание, так сказать, хорошей физической формы Вот эти все факторы, они являются важными в профилактике остеопороза и связанных с этим заболеванием перелома 20 октября, Всемирный день борьбы с остеопорозом Проводят его под эгидой международных и российских организаций Основная миссия – привлечь внимание общественности к проблеме Рассказать, что болезнь существует и требует прицельного внимания 8 800 222 15 15 На телефон горячей линии ОМС ежедневно поступают десятки звонков Что интересует жителей региона Как пациенту защитить свои права, если врачи отказывают ему в предоставлении бесплатных медицинских услуг В соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях при наступлении страхового случая На всей территории Российской Федерации в объеме установленном базовой программы обязательного медицинского страхования На территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования в объеме установленном территориальной программы обязательного медицинского страхования Для решения вопроса можно обратиться к руководству медицинской организации, к заместителю главного врача или главному врачу в рабочее время. Можно обратиться к дежурному администратору медицинского учреждения в вечернее время или в субботние дни. Также вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию для оказания содействия в оказании необходимой медицинской помощи. Если застрахованное лицо находится вне зоны страхования в другом регионе, нужно обратиться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования того региона, где вы находитесь. Что делать, если медицинская организация, к которой пациент прикреплен территориально, не имеет возможности оказать необходимые услуги? При необходимости оказать застрахованному лицу медицинские услуги надлежащим образом, медицинская организация обязана направить пациента для получения необходимой медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в другое учреждение, которое также работает в системе обязательного медицинского страхования. Тот, кто лечится по медицинскому справочнику, рискует умереть от опечатки, говорил в 19 веке немецкий драматург Кристиан Фридрих Гебель. Будьте здоровы! До встречи через неделю! Субтитры подогнал «Симон»